Слава Украине! Привет всем от Полонского! Похоже, Уорбан таки доигрался. И Венгрию, нет, не исключат, конечно, из Евросоюза, до этого еще далеко. Но вот лишить права голоса запросто могут, введя седьмую статью Устава Европейского Союза, которая говорит, что государству может быть лишено права голоса за систематическое нарушение Устава Евросоюза. И вот это как раз и полностью касается сегодняшней Венгрии. Надо сказать, что Уорбан вообще превратился в какое-то такое, знаете, подобие шантажиста, который не занят абсолютно больше ничем, кроме как шантажом своих союзников. То есть, по идее, он должен быть, по идее, он как член Евросоюза должен, должен как-то быть лоялен, как-то сотрудничать с ними. Нет, он просто занят тем, что он шантажирует по очереди то весь Евросоюз, то некоторые страны по отдельности, пытаясь выбить себе какие-то деньги, еще чего-то. То есть, ну, плюс при этом, как бы, нарушая по ходу другие соглашения, плюс, ставя палки в колеса Украине, то есть, нарушая, знаете, такие самые главные мейнстримы европейские, когда Европа хочет расширяться, а Уорбану это не надо. Уорбан считает, что это ничего, это все лишнее. Вот, и допрыгался до того, что в отношении него сейчас хотят, собственно говоря, и применить эту седьмую статью. Литовцы вообще выступают за то, чтобы Венгрию выгнать из Евросоюза. Ну, понятное дело, что сейчас никто не выгонит, потому что, ну, пока что непонятна процедура даже, как это делать. В любом случае, в любом случае, надо сказать, что нам это очень важно, чтобы их лишили права голоса. Почему? Потому что сейчас их будут лишать права голоса именно для того, чтобы проголосовать вот эту 50-миллиардную помощь Украине. Вот это самое главное. Ну, а все остальное, как говорится, билетаристика. Ну, или второй вариант, как обычно, Уорбан выпросит себе очередные какие-то 20 копеек, и то ли выйдет из зала в момент голосования попить кофе, то ли проголосует за. Вот как голосует Фиццо, например, который там тоже кричал, что он против Украины, и все такое, но как дело дошло до дела, тут же, как говорится, слился. Так оно и будет.